С ситуации на фронте начнем разговор с нашим гостем. К нашему эфиру присоединяется Алексей Гетман, военный эксперт, майор запаса вооруженных сил Украины. Алексей, приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Итак, начнем с Покровского направления и выясним векторы возможного наступления россиян. Один, если смотреть на карту, это линия вдоль трассы Покровск-Константиновка через Мирноград и с юга-востока, с направления Селидова. Вот, говорят, в Селидово сейчас активно ведутся боевые действия. Как можно этот плацдарм рассматривать с точки зрения сдерживания противника? Ну, там находятся наши войска, мы сдерживаем оборону по всей линии фронту. Можно допустить, что россияне не захотят непосредственно заходить в город Покровск, потому что уличные бои – это достаточно серьезное время, и силы, средства, и любой город это сам по себе можно рассматривать как крепость, как фортификация. И это враг прекрасно понимает, поэтому вот и через Селидово, и через Мирноград они пытаются окружить город и подойти на расстояние прицельного выстрела с артиллерии, со ствольной. Ну, и судя по Константиновке, по вашему предыдущему сюжету, это у них пока получается, и они будут подходить ближе и будут обстреливать эти населенные пункты для того, чтобы эвакуировать людей, парализовать жизнь в этих городах. Ну, и так сейчас там жизнь практически парализована, закрываются банковские установки, выезжают люди, принудительно выезжают люди с детьми для того, чтобы обеспечить безопасность детей. Тут уже хочешь, не хочешь, тут так оно не работает. Я думаю, что они смогут подойти вплотную и до Покровска. Но в пригороде, как говорили представники военно-висковой цивильной администрации, даже привлекались гражданские люди для строительства фортификации, укреплений. И вроде бы на подходе эти укрепления построены, они достаточно хорошо обеспечены всем необходимым. И связью проводной, и водой, и едой, я так понимаю, и запасами относительно небольшими, но запасами снарядов, патронов, мин. Поэтому будем надеяться, что подойти-то, скорее всего, не подойдут, но или окружить, или зайти в город им не удастся. Ну, а там уже посмотрим, как будет получаться. Тут много составляющих, и наперед, ну, можно, как говорится, пальцем в небо угадать, не угадать. Кураховское направление практически сравнялось с Покровским по количеству боевых столкновений в день, там где-то по полсотни в сутки. Последние несколько дней наблюдается серьезное обострение. Южнее Углидар, попытки окружить город. С чем вот связываете такой рост числа штурмов на юге Донецкой области? Ну, это как раз насчет Углидара, это да, они хотят его... Они несколько раз пробовали его взять штурмом, лобовым штурмом. Было уничтожено большое количество живой силы и техники врага. Углидар находится на господствующих высотах, они это прекрасно знают, и поэтому попытка его окружить, или наполовину окружить, чтобы перерезать, или значительно ухудшить логистику, мы же понимаем, что для войск, которые там находятся, необходимо постоянно что-то подвозить. Снаряды, провизию, медикаменты сразу привезти много нельзя, потому что это надо создать какой-то склад, который в который может прилететь, и все, и сразу всего нету. Поэтому логистика так и работает возле линии фронта, что надо подвозить небольшими партиями, но постоянно. И вот россияне хотят этого, этой возможности нас, ну, если не лишить, то крайне усложнить. Почему именно это направление? Ну, они, возможности ихней армии проводить такие масштабные наступательные действия, они исчерпываются. Но это, нету армии в мире, которая может атаковать беспрерывно годами, не потому что она плохая или хорошая армия, потому что это технологически невозможно, потому что есть очень много составляющих, которые надо учитывать при проведении наступательных действий, и по всем прогнозам, где-то до конца месяца, может быть, захватят немного октября, они, их невозможности для таких наступальных дней исчерпаются. Это не значит, что они не будут, что война закончится, скорее всего, она может перейти в позиционную. Но таких штурмов по 40-50 в день они уже не смогут проводить, тем более погодные условия, начнутся дожди, и вот мы сейчас видим на картинке, вот так уже не поездишь по полю, понятно, что это будет невозможно, даже гусеничные, не только колесные техники, поэтому они спешат. Харьковское направление, в частности, Лиманское, оттуда часть российских резервов перебросили на Курск, вооруженные силы Украины воспользовались этой ситуацией, и украинские военные сообщают об удачных контратаках на севере Харьковской области, в частности, в районе Глубокого. Можно ли предположить, что успех на этом участке фронта будут развивать и дальше? Я думаю, да, потому что, как говорил президент, как Верховный Главнокомандующий, что мы можем держать позиции на курском направлении столько, сколько необходимо, ну и, естественно, проводить в том числе и наступательные действия. Таких быстрых наступлений, наступательных действий, как было, ну вот, когда мы только заходили на Курщину, уже не получится проводить такие быстрые, такое существенное продвижение, потому что эффект неожиданности, он сработал, но он не может быть постоянно работать. Это как окно возможностей, которое открывается на 2-3 недели, и эффекта неожиданности уже нет. Почему они сняли с харьковского направления? Это было наиболее короткое логистическое плечо, логистическое плечо, и, ну, оттуда быстрее всего можно было привезти войска потом для того, чтобы остановить наступление наших войск. Естественно, это сорвало и ту операцию, которую они готовили. Продолжать наступательную операцию на Харьковщине, на Харьков, они планировали, про это даже говорил пресс-секретарь Путина Песков, что операция идет за планом, ну, отвечая на вопросы российских журналистов, сорвалась или не сорвалась операция на Харьковщине, она говорит, нет, все нормально, мы там все по плану, только планы меняются не все время. Поэтому это одно и один из плюсов курской операции, что, ну, во-первых, не дали на сумму, наступали, сорвали полностью, и не дали подготовиться и пробовать наступательные действия на Харьков. Ну, естественно, пользуясь моментом, ну, в армии, на фарме, на войне решают иногда даже не дни, а часы, а то и минуты. Поэтому, как только открываются возможности для контрударов, для каких-то действий, очень быстро принимаются решения, разрабатываются боевые распоряжения, и мы делаем контрудары. Это нельзя назвать контрнаступательными действиями, в том смысле, как мы привыкли это понимать. Это можно назвать контрударами. И они пока получаются, кстати, не только на Харькове, под Покровском мы отвоевали несколько позиций, с которых мы отошли. И поэтому ситуация, да, ну, вроде она выравнивается. Ну, дай бог, чтобы это было невременно. По ситуации в Курской области, Россия перебросила туда многочисленные десантные подразделения, назывались там и Запорожская область, и даже Тихоокеанский флот, достаточно, говорят, боеспособные. Кадыровцев не просто заградотряды, а некие боевые подразделения, организуют там местную самооборону. Вот по последней информации из Z-пабликов, кстати, Тиробарона там где-то что-то на каком-то блокпосту перепутала, ну, и дружественный огонь по подразделению Ахмат устроила. Так вот, по поводу этой сборной солянки, насколько она боеспособна, насколько вот разрозненные подразделения могут представлять серьезную опасность. Ну, и такой вопрос, как вы считаете, куда наиболее, ну, конечно, неблагодарное дело планировать за российское командование, но, тем не менее, где для вот этих вот вновь прибывших подразделений найдется работа, ближе к суд же, противостоять наступлению вооруженных сил Украины? Или западнее, Глуховский район, там где, вот говорят, котел замыкается между Сеймом и государственной границей? Ну, Сейм, Теткино, да. Там мы же взорвали три моста через Сейм, и, в принципе, та группировка, там, 3-5 тысяч российских военнослужащих, она в таком условном окружении, потому что с трех сторон, с одной стороны граница, с двух сторон наши войска, а сзади не гречка, через которую нету мостовки, только можно ставить понтонные переправы. Не только для того, чтобы уходить, а для того, чтобы что-то туда привозить, какие-то, ну, все, что необходимо для войны. Где они будут проводить наступательные действия? Ну, знаете, как они решат? Я думаю, мы рассматриваем, ну, не рассматриваем, рассмотрели варианты, все варианты возможных их действий, и к ним, я уверен, в генеральном штабе есть планы на каждое какое-то действие. А по поводу боязвестности подразделений, которые собраны из разных воинских частей, ну, как обычно, это не очень удачное решение. Я могу по, собственно, опыту сказать, что когда у нас бывали случаи еще во время НАТО, и были какие-то задачи, надо было понять, даже с разными батальонами, с одной бригады, это было определенной сложности, технологической сложности. Когда это были разные бригады и разные подразделения, но это было сложно. Вы знаете, между ротациями, ну, вот, когда на возобновление возвращаются военные подразделения, и в часы АТО, и сейчас, перед тем, как ехать обратно на линию фронта, они проходят боевозглавжение украинскому умову. Даже если батальон, один и тот же батальон, все равно это надо хотя бы 3-4 дня, ну, для того, чтобы вспомнить, возобновить связи, ну, боевозглавжение. Когда это разные подразделения, тем более и морская пехота, и там задействованы еще и аэрокосмические войска, и просто территориальная оборона, вот такая сборная солянка, это просто люди с оружием, и я не уверен, что они смогут эффективно воевать, как воинское подразделение. Такие группы людей с оружием, они должны проходить боевую подготовку, боевое излагажение украинского, и они его не прошли, и, ну, есть, можно, смело можно допустить, что действия будут плохо согласованы и малоэффективны. Ну, а там посмотрим. Конец августа, начало сентября, массированные ракетные удары по Киеву, Харькову, Полтаве, Львову, Кривому Рогу. Северокорейская баллистика, называют «Искандеры». Ну, может быть, добавите что-нибудь к этому, какими видами оружия ракет пользуется Россия. Каковы цели этого наступления? И вот, в частности, в контексте того, что по Киеву называлась ракета 48Н6ДМ от С-400. Вот ресурс Дефенс Экспресс говорит, что эти ракеты имеют очень низкую точность попадания. Это свидетельство ракетного дефицита, что низкоточные уже в ход пошли? Или это делается с намеренной целью, вот именно, чтобы была серьезная угроза гражданскому населению? Ну, это атаки последние. Вот была массированная атака 26-27 августа. Это была атака по критической энергетической инфраструктуре. И мы видим результаты периодического выключения света по всей стране. Эти атаки, которые были и на Полтаву, и на Львов, ракетами, ну, это не массированные атаки. Это 3-4 ракеты, 5 ракет. Это не массированные атаки. Массированные, это было больше 100 ракетов. Это уже удары не по военным объектам или энергетическим объектам, даже не по промышленным. Это удары по гражданскому населению. Это террор, по большому счету, для того, чтобы вызвать недовольство, панику, упаднические настроения в середине нашей страны. И для этого им, ну, точно не надо, им просто, чтобы прилетело по-гражданскому. То есть это очередное военное преступление, поэтому С-400, но она не может быть высокоточной ракетой, потому что зенитная ракета. Это зенитная ракета, которую запускают не по самолетам, а по земле. Как она может управляться? У нее нет. У нее головка самонаведения рассчитана на то, чтобы получать сигнал от радиолокационной станции, для того, чтобы захватывать воздушную цель по отраженному сигналу и так далее. То есть как работает любая зенитная ракета. Если ее просто запустить как РСЗВ, то она так и летит. Она в принципе не может быть точной. У нее головка самая. Это не баллистическая ракета, как «Искандер», которая там использует то, что должна использовать баллистическая ракета. Это зенитная ракета, которую используют как баллистическую. А то, что она не точная, это очевидно. А почему они используют? Ну, потому что мы только что проговорили, что им все равно куда прилететь. Главное, чтобы прилетело куда-то. По Киеву, куда попадет, туда попадет. Им все равно. Нет у них сейчас задачи этими пусками попасть во что-то, ну, скажем, с своей точки зрения, хоть как-то важное. Это просто для того, чтобы терроризировать местное население. Как вы, Алексей, относитесь к той информации к иранской баллистике? Вот в начале августа агентство Reuters сообщало, что в ближайшее время Иран может передать России баллистические ракеты малой дальности ФАТ-360. Что такое иранская баллистика? Советское ли это наследие? Знаете, вот как и северокорейские разработки. И вот еще была такая информация, что несмотря на то, что это, ну, как я уже сказал, советское наследие, у этих ФАТХов пусковые установки какие-то нестандартные, особенные, их тоже могут передавать России? Ну, там много ракет, там были еще ЗФАР, ФАТХ-ракеты, по которым были разговоры еще год-два, но даже назад. Это одноступенчатые, двуступенчатые ракеты, которые сделаны на базе комплекса С-200. Ну, они, ну, это наследие Советского Союза, ну, и они их переделали, эти ракеты, и те, по которым вы назвали малой дальности, там до 90, до 120 километров, там они, ну, С-200, относительно стационарный комплекс, а вот те ракеты, их надо запускать с передвижных платформ, и они просто сделали эти платформы для того, чтобы запускать именно эти ракеты. Это касается и вот тех, что я назвал, из Учвакара, и ФАТХ, и других ракет. Поэтому для того, чтобы их могли россияне запускать, они должны прийти с пусковыми, ну, с платформами, с которых их можно запустить. Так просто ее не запустишь с каких-то других там пусковых установок. Ну, разговор о том, что они скоро, вот как поставлена интересная фраза, скоро, возможно, они, скоро или возможно? Тут это слова, чуть-чуть антонимы, скоро и возможно. Поэтому, ну, передадут, так передадут. Я думаю, что, мне почти так кажется, что вряд ли там с Ираном другие немножко взаимоотношения, и у нас в том числе даже и у россиян, и разговоры про другие ракеты шли где-то года, ну, года полтора шли разговоры о том, что пришли эти ракеты. Придут ли эти ракеты от Ирана? Ну, мы посмотрим. Межно-северо-корейские, да, там вопросов нет. Там договоренности определенные, конями рассчитались, да, насколько-то. Ну, то такое. А с Ираном там немножко другая ситуация. Иран не Северная Корея, и у него есть, и не есть, что терять, в отличие от Северной Кореи, которая полностью изолирована от всего мира. Поэтому, по большим вопросам. Можно? Возможно? Возможно. Спасибо. Спасибо, Алексей, за этот разговор, за ваши консультации. Алексей Гетьман, военный эксперт, майор запаса вооруженных сил Украины, был на связи с нашей студией. Продолжение следует...